здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также web зрителей этот видеообзор посвящен расселённому аулу данай марьяновского муниципального района омской области приятного просмотра прослушайте продолжение произведения мухтара ауэзова путь абая дела кунанбая начали поправляться оставалось лишь задержать переписку уничтожить бумаги но из омска вдруг грянуло распоряжение на основании ранее полученных материалов корпус предлагал майору отправить кунанбая со всем делом в омск каркаролинские чиновники уже порядком наглотавшийся взяток растерялись о невыполнении приказа корпуса не могло быть и речи кунанбай спешно отправил нарушного своего когда там услышали об отправке в омск все в один голос решили что кунанбай будет осужден и сослан ажи гетеки и баканши говорили что кунанбай уже приговорен и что его ссылают не то на дальний север где ездят на собаках не то на гору каф в своем салеме родным кунанбай просил за него не тревожиться и особенно успокоить его старую мать в омск съездить придется но все должно кончиться благополучно сообщал он но несмотря на это зверей овладела немая печаль она стала чаще вздыхать и молиться временами сама того не замечая она среди молитвы громко говорила вслух один он у меня был один единственный несчастный этими немногими словами выдавала все что не по сильной тяжестью давила ее души обсудив распоряжение корпуса алшинбай майор чернов и тенинбай решили что уклоняться от поездки в омск кунанбаю не следует майор тотчас выслал вперед почту с пером кратко сообщая в корпус выезжаем следом за ней должны были двинуться кунанбай и майор со всеми материалами он решил ехать сам и добиваться прекращения дела вскоре кунанбай тронулся в путь поездку были взяты и лучшие кони и теплые уютные сани и провиат на дорогу и запасная упряжка набив деньгами карманы и голенища кунанбай выехал в сопровождении двух жигитов и верного мерзохана самого отъезда из каркарлинска кунанбая никак не приставала мучить сомнения он не доверял вареной голове несмотря на принятые тем богатые взятки и данные в ответ добрые обещания и перед отъездом настойчиво просила шинбай и тенинбая следите за майором разрешите все вопросы до конца и пришлите мне в догонку человека сообщения через три дня после отъезда кунанбая догнав пути жигит алшинбая день был морозный но солнечный жигит прискакал заводным конем в поводу пышные гривы обоих буланных жеребцов волнами струящийся вниз длинные челки блестящие хвосты были покрыты серебром и не отзмыльных коней валил пар нарочный летел не жалея их жигит помог он отбая сойти с саней отвел ее в сторону в полголоса передал ему поручение алшинбая потом пожелал счастливого пути распрощался с путешественниками и тройка конанбая помчалась дальше конанбай поделился новостями с одним мир захарным алшинбай передал ждите майора в павлодаре задержитесь там и дальше поедете вместе выходит он не собирается менять свое слово спросил мир захар не должен зачем уйти на измену ответил конанбай замолчал потом он добавил мы ведь и сами можем прижать его скажу свое время мир захар не переставал не удомевать если вареная голова верен свою слову зачем все-таки отправил конанбая в омск но конанбай объяснил спокойно так нужно он должен показать перед семьи что по первому же распоряжению корпуса он и меня отправил в омск и сам выехал туда важно оправдаться а что значит поездка омск недалеко рукой подать в павлодаре где конанбай прождал четверо суток вареная голова действительно нагнал их в первый же вечер он пригласил конанбая к себе конанбай явился с одним только мир захарном майор остановился своего приятеля русского купца сергея гостеприимного дружившего с казахами он принял конанбая мир захар на без хозяина в отдельный богато обставленной комнате он уже свободно говорил по-казахски хотя в каркаролинске все еще держал переводчика ну конанбая с кенбаевич тебе наверное не терпится посмотреть бумаги с обвинениями против тебя так что ли обратился он коньбаев покажи все до единой покажи что ж покажу обманывать не буду дал слово алшинбаев знаешь покажу ускал майор он запер дверь на крючок и вытащил с дорожной сумки целую кипу бумаг шитых в толстые книги кунанбая следя за ним зябко потер ладони и спросил что у тебя так холодно мои я совсем озяб велико затопить майор внимательно посмотрел на него позвал слугу и приказал затопить печь слуга быстро притащила хапку дров заложил в печь и затопил майор достал две бутылки коньяку расставил закуски предложил выпить кунанбаю и сам поднял рюкку кунанбаю гостил и мерзахана он не переставал уговаривать майора выпить еще и продолжить беседу огонь в печке разгорался все сильнее уже жарко пылали ярко алые угли майор основательно выпил и охмелел коньбай ткнув пальцем в кипу бумаг лежавший на столе обратился к ним мои мы достаточно долго работали вместе и гостили друг у друга и делились все между собой открой мне их все пусть это будет знаком нашей крепкой нерушимой дружбы больше ничего не это с кенбаевич ответил моё видит бог нет вот все что есть больше не клочка кунанбай поднялся с места зашел за кресло майора наклонился над бумагами и вдруг охватил майора сзади скрутил ему руки и назад и крикнул мерзахану жива мерзахан кидай все бумаги в печку майор начал рваться и всеми силам и пытался освободиться но кунанбай еще с молодых лет славился ловкостью и до сих пор отличался большой силой он не давал майору двинуться с места мерзахан уже успел швырнуть кипу бумаг пылающую пасть печи майор поняв свое бессилие принялся умолять кунанбая довольна скинбаевич перестань ведь это же казенные дела что ты делаешь как же мне теперь быть через несколько минут от бумаг осталась только кучка пепла мерзахан и кунанбай закрыли печь и переменувшись молчаливо улыбались майора окончательно развезло он сидел в кресле закрыт глаза и развалившись казалось он крепко смол в ту же ночь кунанбай выехал с павлодара и двинулся дальше как только гости вышли из комнаты майор вскочил с места он был совершенно трезв покачав головой он выпил еще несколько рюма коньяку и позвал хозяина дома сергей надежный друг они во всем договорились выйдя неслышно во двор они подожгли один небольших из небольших сарайчиков в этом сарае стояли сани на которых приехал майор и в санях заранее были свалены и старые кашмы и ворох бумаг в одну минуту все было охвачено пламенем слабый дымок маленького пожара не впервые окутал полным мраком ловкие проделки майора со стороны сергея это была услуга за услугу в прошлом году сергей присвоил казенные товары и обанкротился майор точно таким же образом устроил ему пожар а затем составил акт заверил печатью и спас сергей от беды сегодняшний пожар был просто отплатой за прошлогоднюю услугу утром сергей без труда спелся с прожилием городским начальством вызвали положенных свидетелей и составили акт в котором был указан что все дела сгорели во время пожара в доме сергея на шестой день пути кунанбай и майор с актом в кармане порезнь друг от друга прибыли в омск в течение двух недель канцелярия корпуса вела следствие над кунанбай после нескольких коротких допросов кунанбая признали невиновным он был полностью оправдан майор спокойно закончил свои дела поехал к себе в округ едва кунанбай оправданный таким своеобразным способом вернулся в каркаролинск в табыкты один за другим понеслись верховые каждому хотелось доставить радостную весть и получить суньши кунанбай не торопился ваул он надолго задержался в каркаролинске описывая подробности поездки в омск людям алшинбая другим надежным друзьям мерзохан не щадил красок по его просто рассказом выходило что майор был настроен очень враждебно он будто бы угрожал кунанбаю собранными материалами ссылался на закон вот чем уничтожу вот чем с лица земли сотру как ты из этого выпутаешься высокомерно говорил он и со злорадством развертывал перед кунанбаем одну бумагу за другой изображая майора злым и властным мерзохан одновременно делал его каким-то ротозеем простофилий но не было ни одного слушателя который усомнился бы в правдивости его рассказов все принимали их за чистую монету мерзохан всячески подчеркивал непоколебимую храбрость ловкость и находчивость кунанбая с посланными верховыми сказками за хана доходили и до улов кунанбая раздутые и приукрашенные кунанбая снова примирившись майором и всеми каркаролинскими чиновниками пробыл в городе до самой весны он хлопотал о предоставлении ему должности но теперь уже не мог и мечтать о бога султанстве когда растаял снег и первое зелень покрыла обсыхавшую землю кунанбай покинул каркаролинск и поехал в аул в должности волосного табыкты сместив майбасыра и получить назначение на его место не успел еще выехать из каркаролинска как это весь долетела до его улов странное чувство владела баем этой весной она делала его равнодушным к окружающей суете и шум к радостям и печалям близких людей он весь и мыслью чувством погрузился в новый одному ему доступный мир и добра и бумага послушно повторяли горячие прочувствованные слова его песен и стихов откровенные признание молодого взволнованного сердца но как много еще оставалось не высказан как много песен было еще не спета тайны сердца рассказаны не все а сказанное так бедно и скудно а если бы нашелся друг который захотел бы заглянуть его сметенное сердце и прислушаться к его голосу он излил бы ему в напевах непередаваемую словами тоску наполнявшую его душу боже мой что же мне делать слова бедные язык бессилен грустно говорил он невозможность передать словами все что стеснилось его сердце угнетало его все стихи сочиненные записаны им до сих пор жили только в нем самом ни одна песня не дошла до той для кого он слагал их надежда надежды тоже не было ему оставалась лишь одинокая грустная мечта по временам где-то далеко далеко ему слышался серебряный звон шалпы звон то приближался то отдалялся слабый отзвук надежды трепетал в этом зоне и томил душу мечта нежные золотистые лучи ее горели там далеко куда не достигал его взгляд там был рассвет утро яркое утро незабываемый образ не покидал его ни на мгновение чуть только отдохнуло теплом и яркие лучи солнца с материнской нежностью начали обогревать землю абай не мог усидеть дома он седлал коня и уезжал куда придется нашелся и предлог на этих бесцельных поездок рыжая черномордая кончая отъехав от аула абай пускал коня вскачь пусть пес сам разыскивает зайца вскоре абай и вовсе забывал про собаку иногда он надолго терял ее вспомнит внезапно начнет громко звать порой гончая спугнет зайца в зарослях летит за них стрелой по равнине а абай безучастно смотрит на них пустым взглядом отсутствующий и равнодушный случалось даже что он проезжал мимо гончий когда она поймав зайца придавит его и с гордым видом ждет хозяина гончая знала что таких случаях хозяин спрыгнет седла и отнимет у нее добычу но абай проезжал мимо собака смотрела вслед в полном недоумении потом начинала метаться и лаять хозяина не останавливала это совершенно непонятная вещь гончая суетилась кидалась только хозяину только зайцу в обиде на то что ее труд пропал даром но и тогда абай не замечал и гончая потеряв терпение расправлялась по-своему она отставала от хозяина терзала заяца наедалась до отвала и с окровавленной мордой догонял абая только тогда странный охотник замечал свою оплошность но нить мыслей в нем не прерывалась он начинал петь длинную трогательную песню дар сердца и тот же когда прохладный ветер колебля высохшей травинки дуб ему навстречу абай снимал свой малахай и стоя на месте с наслаждением вздыхал свежий аромат быть может ему казалось что ветер летящий щенки за вербюжи горбов и караула доносит до него дорогое теплое дыхание не этот ли ветер облагоражил его душу своим дуновением то абай был уверен что это так действительно и грезы жизни мечты ломая все извечные грани сливались нем в одно неразделимое прекрасное целое наполняя сердце несказанным волнением но однажды одиночество его было внезапно нарушено к нему подъехал всадник он точно вылез из-под земли в безлюдной степи абай вздрогнул чудесный сон был прерван они стояли на открытом месте впереди расстилалась голая равнина абай мельком взглянул на всадника и не дружелюбно отвернулся но тот весело улыбнулся ему и приблизился просто и уверенно как хороший знакомый он окликнул абая по имени и поздоровался теперь абай узнал его обрадовался и весь вспыхнул перед ним был ербол жигит с которым познакомился в прошлом году возвращаясь от сундика абай испугался что выдал себя но ербол видимо ничего не заметил охотишься спросил он а где ж твоя собака где-то здесь кустах ответила бая оглядываясь кругом рыжая гончая выбежала с кустов ербол взглянул не расхохотался хорош охотник ведь она только что наелась ой боже мой что же она такое сожрала ербол смотрел собак со всех сторон ты даже не знаешь что она поймала дичь она же сожрала свою добычу абай постарался перевести разговор на другое ему не хотелось отпускать приятеля они поехали вместе и абай пригласил его к себе в аул ербол был бы свободен и согласился охотно абай не отпускал его от себя целых пять суток они рассказывали друг другу занятные истории по вечерам пели и веселились абай пел ему и свои собственные песни за эти несколько дней ербол стал самым близким его другом абай раскрыл ему тайну своего сердца передайте песни так же он просил он ербол выучил наизусть все песни абая и дав своему другу слова что передаст их таджан уехал себе абай мечтал только об одном как бы увидеться с таджан наедине и хоть несколькими словами перекинуться с ней его поручение было выполнено через трое суток показавшихся абая бесконечными ербол вернулся в жидебай и увидел своего друга и увел своего друга в чингис прямо верблюжьи горы оказалось ербол начал с того что посвятил во все карашаш невестку так же жену ассалбека он перескал не все песни которые абай послала свои любимые как салим невестка была очень дружна с так же сперва на натрез отказалась быть посредницей свиданий но песни абая подействовали и на неё да и ербол был необычно красноречив настойчив и умел добиться своего вдвоем они пересказали таджан все песни абая и она согласилась встретиться с ним взволнованный и нетерпеливый абай даже не заметил как они доехали до верблюжьих гербов когда началось меркаться и оба джигита добрались до ула ербола расположенном в кольце гор маленькая зимовья состояла из одного жилья ербола она находилась по эту сторону реки караул зимовья суэндека была расположена по другую сторону реки верстей от берега и было отсюда хорошо видно там во всем чувствовался достаток из труб зимних постоек суэндека валил густой черный дым сытые псы лаяли с каким-то спокойным достоинством аул был богат но вход туда был недоступен для абая он сын кунан бая с которым аул враждовал если там узнают о цели его приезда абаю не поздоровится а дельбек и оселбек горды и мстительные жигиты узная они о его намерениях они пришли бы в ярость поэтому оба друга до самого наступления ночи не переходили на тот берег в условленное время когда стало совсем темно абая ербол оставили своих коней пешком перешли по льду на ту сторону аул суэндека был погружен сон собаки мирно спали ербол тихонько творил ворота скотного двора ввел абая верблюжий сарай а сам вышел абая остался в темноте один он боялся отдохнуть и ясно слышал стук собственного сердца ербол вернулся скоро он схватил друга за руку и прошептал ему сам бог помог а салбека нет сегодня дома идем когда абай с учтим салемом переступил порог богато обставленные комнаты хороша стояла возле кровати а также она сидела на полу на разосланном одеяле пол от самого порога до переднего места был устан ковром а стены завешаны пестрыми кошмарами и шелковыми покрывалок белая шелковая занавеска наполовину отгораживала высокую кровать с костяными украшениями абай поздоровался хороша шучиво подошла к нему сняла с него малахай и развязала пояс также она была сильно смущена она еле слышно ответила на приветствие абая и вся завелась румянцем но румянец поминутно сменялся бледности горячая кровь не умеющая хранить тайны выдает все что скрывает душа волнение сердце стыд боязнь и надежды ербол не хотела стеснять друзей но я пойду на тот берег и буду возле коней сказал он абай в знак согласия только молча кивнул головой карашаш вышла приготовить чай больше она не возвращалась оставшись наедине с любимой абай в первую минуту совсем растерялся он видел что и так жан застенчиво и стыдливо как дитя абай им молчал не знаю что сказать он наклонился к так жан и долго смотрел на нее не сводя глаз так жан ты слышала мой сален спросил он наконец его слова рождены тоской по тебе думами о тебе ты выслушала их так жан всем своим видом казалось говорила зачем же тогда я здесь не твой ли голос привел меня к тебе она скромно улыбнулась и ответила слышала абай ваши песни очень хороши я не к ним но с первой же встречи с тобой я не могу прийти в себя с тех пор я ни на миг не мог забыть тебя почему же вы ни разу не приезжали с тех пор как я мог приехать разве ты не знаешь что происходит вокруг мы могли видеться только в мечтах правда сказал так жан вспыхнула и потупилась а я вас раз видела видел во время кочевки заметили вы меня или нет не знаю абая взволновали и обрадовали эти слова боже мой так же как прекрасно что ты сказала я тогда хотел крикнуть постой остановись хоть на миг и еле удержался я решил что ты меня не заметила а если заметила значит я оказался достойным твоего внимания да разве можно забыть тебя так жан и абай подойдя к ней взял ее нежную белую так ждал так жан сдрогнула и застенчиво убрала руку долгий вечер связал два молодых сердца крепкими узами они ничего не требовали друг от друга только видеться только говорить это было их первое свидание разговор не прерывался казалось словами они утоляли давнюю жажду и не могли напиться караша свернулась лишь под утро когда она приготовил чай опять вышло абай подошел к так жан и поцеловал ее так жан ся вспыхнула и робко прижав свои нежные ладони к его лесу осторожно отстранила его но разве это было сопротивление а не обаятельная стыдливость абай порывисто протянули к себе крепко обнял и поцеловал глаза так жан затрепетав на мгновение прижал свое пылающее лицо к лицу абая и опять отстранилась от него лучезарный свет мой воскликнул абай снова раскрывая объятия в комнату вошла карашаш о боже абай дорогой мой река тронулась на карауле ледоход где твой конь тревожно спросила на ее взволнованные слова не доходили до сознания абая слишком сильно было его волнение но так жан растерялась испугалась что ты говоришь как же вы теперь переберетесь через реку вам нельзя оставаться на этой стороне заговорила она дрожа за любимого абай наконец понял коль на той стороне значит выхода нет остаться в ауле невозможно еще немного и он будет обнаружен а если даже его не схватят сейчас то утром все равно заметят его на реке а на этом берегу вряд ли найдется человек который благожелательно отнесся бы к нему но прежде всего надо уйти отсюда чтобы не вмешиваться в события так жан ее жанге которая так приветливо встретила его он быстро оделся и прощаясь крепко жал ручку так жан ободряю не бойся так жан переправлюсь как нибудь жди обо мне вести от ербола так жан прикоснулась своими белыми пальцами груди абая прижала с нему и прошептала до свидания не забывай обходительная милая карашаш проводила бай через темные сени до выхода ну дорогой мы сказала на ему недолго нам удалось побыть вместе но ты мог убедиться что у тебя здесь друзья которые дышат одним дыханием с тобой не забывай нас только осторожней переправляйся через реку хош абай взял ее за обе руки жена шатай никогда не забуду умру не забуду всего что вы сделали для меня ответил он и не спеша вышел дикий рев ледохода донесся до его слуха но абай казалось не слышал его мысли его были все еще там с этим удивительными людьми с которым он только что простился он жил неизъяснимой радостью и задыхался переполненный их красотой и светом вспоминая трогательную чуткость карашаш и нежную обаятельно также он подошел к самой воде бурлящий потоки горной реки разлившись хлынули из берегов грохотали камни трещали льдины и все уносилось стремительным течением абай долго стоял не зная как быть дальше о переходе вброд нечего было и думать уже занималась утро он направился вдоль по берегу и дошел до небольшой рощи метнулся вперед вернулся назад выхода не было он терял время а утро приближалось все кругом уже можно было различить отчетливо как только в ауле проснуться все сразу повалят на берег любоваться ледоходом первыми выйдут заботливые хозяйственные старики и возле аула суиндика они обнаружат сына конан бая да еще пешего их подозрения могут оказаться гибельными для абая и все-таки абай не испугался радость наполнявшая сердце ни на минуту не покидала его и страха он не испытывал перед лицом опасности он не растерялся не стал суетиться спокойствие и самобладание ни на минуту не оставляла как будто он был не юношей а зрелым уверенным себе человеком ему удалось кое-как спрятаться в реденьком лозняке оттуда он стал наблюдать за зимовьем гербола вскоре он заметил человека торопиво шагавшего к реке несколько выше лозняка гербол эй гербол крикнул абай да это был гербол он круто повернулся на голос абая сделал резкий знак рукой вниз присядь но абай не сел он оставался в ожидании хоть караул и узок но течение его быстро гербол подбежал противоположному берегу бледный как полотно он был так растерян будто несчастье случилось с ним самим он дрожал за абая и думал что тот остановился неподвижно тоже от растерянности и вылся но абай прошел по берегу и став прямо против товарища рассмеялся показывая ему свои белые зубы но выручай караул решил предать меня крикнул он гербол в один прыжок соскочил с крутого берега подошел к самой воде крикнул абай стой в кустах никуда не уходи я сейчас вернусь не бойся он убежал через минуту вернулся на огромном красивом поле абай был поражен почему товарищ не оседлал коня гербол подъехал к самой реке и понукая вола спустился в воду но вол не желал идти в ледяной поток и упрямо крутился на месте гербол осилил попав в воду вол уже не стал пятиться и двумался вперед место было неглубокое но река текла со стремительной быстротой и лед шел сплошной массой вол пробирался в ледяном круговороте медленно но прямо гербол выбросил на берег конец длинного повода абай на лету схватил его и начал тянуть себе под ударами плети вол выбрался на берег и бы гербол показал себя настоящим другом он шел на помощь подвергая опасности собственную жизнь абай кинулся внимательно а где же мой конь что это за вол у тебя почему ты сам не на коне засыпал он друга вопросом если бы я бегал за конем в аул тебя давно всловили бы рассмеялся гербол обойдемся и без него оба друга сели на вала и повернули обратно но теперь волн никак не хотел лезть в воду промучившись с ними перебрав его предков до семьдесят седьмого колена гербол бросил вала и оглядев вокруг сквозь жидкие кусты лозняка небо на востоке стало уже багрово-алы все было видно ясно к огнем на счастье аул еще не просыпался внезапно гербол бросил бежать абай не пришлось ожидать его долго гербол примчался на крепкой темно-серой кобыли в отходу тебя взял спросил абай послась рядом это кобыла чабана из аула суиндика а как же чабан какое тебе до него дело ну как теперь его быть с овцами пешему то ай боже мой ну и пусть остается пешим да не только он а сам дух покровитель его стад разве я могу тебя оставить здесь садись живее быстрым движением посадил друга на неоседланную кобылу его слова тронули абая ярбол дорогой какой ты хороший ты лучший из друзей никогда этого не забуду воскликнул он ярбол тем временем забрался на вала подал абаю повод и крикнул брось болтать абай трогайся фырка из козя кобыла спотыкала седьмом потоке но упорно удерживалась на ногах вол побрел за ней и оба друга благополучно переправились через реку выбравшись на другую сторону жигиты бросив кобылу и вала побежали по берегу согнувшись и прячась и только отойдя далеко вниз по течению спокойно вышли на возвышенность абай не заходя в зимовку попросил поскорее сынать своего коня растроганный преданностью ярбола он попрощался с ним как с лучшим другом и берегом реки направился домой продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видео обзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон»